У нас сегодня замечательная тема. Мы сегодня вспомним мультяшных персонажей, цыплёнка, пятачка, и вообще вспомним реальных людей, которые подвержены их симптомам. Тема такая, написала мне девушка тоже в интернет, о том, что я ничего не знаю, я ничего не умею, у меня в жизни ничего не получится, я никому не интересна. И вообще, как трудно жить! Итак, основная моя задача, так как мы учимся позитивно мыслить, избавить нас от каких-то определённых стереотипных ошибок в мышлении, которые в дальнейшем портят нам жизнь до катастрофы. Итак, вспоминаем, когда животное боится, оно кричит, лает, прикидывается дохлым или убегает. Что обычно у нас делает пятачок, когда он видит кого-нибудь страшного? Он кричит «ужа по там», «слона по там», кричит «унося ноги». Он не думает, что я вижу, он не пытается объяснить, спросить у специалистов, кто это. Он кричит на весь лес, и все окружающие тоже бегут вместе с ним. Это синдром такой панической, искусственно созданной атаки. Откуда он берётся и вообще? Почему человек настраивает не только себя, но и окружающих на то, что всё плохо? Потому что мы очень часто обобщаем. У меня ничего не получится, я сейчас провалюсь. Я остановилась в туннеле, я сейчас задохнусь от отсутствия воздуха, я запёрта в этой машине, я ничего не могу изменить. Хоть бы меня не уволили, я опаздываю. Я опаздываю, жизнь закончилась, я провалюсь. Куда ты провалишься? К чему готовить физическое тело? Будет ли падение настоящее? Будет ли удар? Мы иногда до такой степени привыкаем к своим стереотипным мыслям, что они дальше думают всё за нас. К сожалению, нет у нас сейчас в школе полового воспитания. К сожалению, нет школы жизни, нет школы любви. И если даже в наше время мамы нам рассказывали о том, что есть какие-то определённые правила человеческого общежития и поведения, есть законы добра и зла, то сейчас, к сожалению, наши дети элементарных вещей не знают о том, что если есть возможность попробовать слепить, надо слепить. То есть попробуйте созидать, прежде чем разрушить. Попробуйте оправдать, прежде чем обвинить. Попробуйте рассмотреть ситуацию со всех сторон. Спросите у себя, как у адвоката, своей собственной души и тела, и мозга. Спросите, почему я так думаю, что это мне даёт? А если вот так, а ты точно видел, а тебе сказали это в лицо? Почему мужчина говорит, меня никогда не полюбят женщины? Что за обобщение? Каждое это слово наносит вред человеку. Опять, вот цыплёнка, вспомним в сказке, упал на него орех. Он подумал, что упало небо. Побежал, поднял весь лес. Взял там утёнка, взял ещё там кого-то. Встретилась лиса, позвала их в свою нору, и они, не задумываясь, пошли в эту нору и погибли, потому что лиса благополучно отобедала. Почему эта сказка произошла? Потому что когда мы в панике, мы не видим, кто злой, кто плохой. Самая главная ошибка, что мы на эмоциональном каком-то своём подъёме, на реакции эмоциональной, ненужной, неправильной, с неправильным мышлением начинаем совершать вредоносные для нас поступки. Мы доверяем тем людям, которым не надо доверять. Мы слушаем тех людей, которых не надо слушать. Слушайте себя и своё сердце. Оно точно не обманет. Не надо себя ни с кем сравнивать. Это следующий пункт позитивного мышления. У каждого человека одна судьба. Тем, кто мы отличаемся своим почерком, своими чертами лица, дерматоглифическими линиями, настроением тела, почерком сексуальным и тембром голоса, у каждого из нас есть индивидуальные черты физического тела. Точно такие же у нас отличительные черты есть и у атманического, бодхиального, у астрала, у ментала. Своя духовность, своя эмоциональность, свои знания, свой юмор — это тоже дар Божий. И получается, что каждый человек танцует свой собственный танец жизни. И если мы будем обезьянничать кого-то, то, естественно, лучше того, кого мы обезьянничаем, мы станем вряд ли. Перехитрить, обойти, придумать какую-то свою фишку — да. Но если вы будете обезьянничать, вас просто щелкнут по носу. Э-э-э, это песня того-то. Э-э, это место занято. Здесь уже работает специалист. Не надо, спасибо большое. И мы, сталкиваясь с тремя ответами, мы говорим, всё, у меня ничего не получается. Китайцы говорили о том, что надо семь раз удариться об одну и ту же закрытую дверь, прежде чем на восьмой раз понять, что это не твоя дверь. Но сказать, что у меня ничего не получится, и написать себе приговор в дальнейшем — неверно. Это касается и личных отношений, и устройства на работу, и вообще обучения как такового. Пришёл человек на какой-нибудь математический факультет, прекрасно чертит, прекрасно считает. Первые три лекции, в которых он не разобрался, человек разворачивается, забирает свою зачётку и уходит. «Я не справлюсь». Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Попробуй теперь против этой фразы с самим собой поработать. Спросите у этой стрелки, которая… Вот вы опаздываете, вы несётесь, вам нужно торопиться. Если от этой стрелки зависит ваша жизнь. Первое, почему вы опаздываете, хорошенечко подумайте, может, вам туда не надо, может быть, вы не хотите туда идти, потому что тот, кому надо, тут сидит за час. В приёмный, если нужно подписать, на учёбе, если ему очень хочется учиться. Почему вы опаздываете? А дальше, если надо, чтобы обязательно Вселенная сделала так, чтобы вы ровно в 10 вошли в помещение, представьте кого-нибудь любимого своего, любимого ребёнка, мужа, маму, и попросите стрелку, пусть она чуть-чуть медленнее бежит. Правда, Вселенная слышит, когда правильно мы её просим. Она не слышит приставок «не», она не понимает плохо, она вам материализует то, что вы думаете. И действительно, беду можно бояться, трагедию можно материализовать. И получается, что вот этот пятачок, который бежит и кричит уже потом, он вредит не только себе, но всем своим окружающим людям. Поймите, что любая импровизация в жизни, она даёт нам вот этот пульс планеты. Если мы действительно живём в магните добра и зла, то наша основная задача — максимально уходить от зла. Мы не можем всё время думать как идиоты о том, что всё будет хорошо, в моей жизни этого не случится. Но поймите, верно, правильное решение, правильное мышление делает нас хладнокровными во время прихода экстремальных ситуаций. Почему мы не можем написать «я истосковалась по тебе, хочу на ручке» тогда, когда вы поругались? Если вы точно знаете, если сейчас вы наступите на своё собственное сердце, если сейчас вы будете неискреннее сама с собой, то через месяц вы будете унижаться перед этим же самым человеком. Смотрите на полшага вперёд и попробуйте созидать, прежде чем разрушить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...